Всем доброе утро! Я опять утром в поликлинику съездил. Карточку забрали, больничную отдали. Я не ожидал, что я сегодня умудрюсь утром перед работой попасть и к неврологу, и на рентген. Пришел на рентген с 8, оказывается они с 9, побежал к неврологу. Я же просчитывал завтра к неврологу попасть. Потому что в среду мне к терапевту опять идти. И получилось, что я пришел к неврологу, там был второй. И в общем я попал к ней, она хотя сказала, где ваш бегунок, пошел бегунок взял. Вот, сяду в машину, а то ветер дует. Вот, в общем попал я к неврологу. Она сказала, беги бегунок бери, выписал я бегунок. Пришел, она меня посмотрела. Я объяснил, что боль вот тут у меня, вот боль непонятная, мышцы или что. Она поколола, пощупала, посмотрела. На стуле я сидел как-то, все. Я сказал, что на рентген мне еще направление дали. Она сказала, идите на рентген, карту отнесу. Я пришел на рентген, он как раз с девяти. Я пришел, там сидит девушка с парнем. Я говорю, знаете, я с восьми уже здесь сидел. Но они ничего не возмутили, все нормально. Я говорю, я просто к неврологу пошел. Потому что некому было очередь передать. Вот, попал я на рентген. Начал возмущаться, почему я без предварительной записи. Я говорю, как так мне дал направление терапевт. Мне невролог сказал идти на рентген. Тоже карточку вам же принесли. Она ничего, ладно, вроде бы это все. Но сказала, она сделает шейный отдел мне сейчас. Я стал спиной, звенкнула, потом боком взвенкнула она. Вот, и сказала завтра прийти еще раз с десяти до двух в этот период. Для того, чтобы сделать рентген грудной, что ли. Не понял я. В общем, еще надо прийти, чтобы она сделала какой-то другой рентген. Ну, в общем, завтра придется мне приехать еще раз. Ну, с десяти до двенадцати я попрошу, чтобы меня подменили с десяти до двенадцати. Вот, подстраховали. И это... В общем, это зима-лето. Я приеду, сделаю рентген. А сейчас я переодеваю футболку и еду на работу. Я сегодня с десяти. Сейчас поеду на новую точку, кстати. Ну все, я заехал вот на отдел. Зарегистрировался и заехал в Ситилинк. Приобрел такой Хайоми. Пауэрбанк на десять тысяч микроампер. Поставил его вот заряжаться. Вот он, он тут у меня моргает. Видите, заряжается. Но сегодня я без него буду ездить. Он будет заряжаться в течение четырех-шести часов. Тут вот такая брошюрка. Четыре-шесть часов необходимы для зарядки. Ну в общем, удобный он очень. Два выхода, то есть два телефона можно подзаряжать от него. На десять тысяч микроампер. Сказали, вот Хайоми, вот самый более-менее по качеству и долговечный пауэрбанк. Были, конечно, дешевле значительно. Это за 1200 с копейками я приобрел его. Но он мне необходим по работе. Очень нужен по работе. Без него телефон постоянно втыкать-втыкать. Нет, так не пойдет. Я просто буду пользоваться им. Я буду им пользоваться в том случае, когда у меня разрядится телефон. То есть я утром зарядил телефон, поехал на работу. Вижу, что он разряжается. Подключаю пауэрбанк. Кидаю его в карман рядом с телефоном на проводе. И не буду постоянно этот провод втыкать-втыкать. То есть пауэрбанк всегда будет с телефоном подключен. Потому что мне приходится в машину сел, подключил провод, выхожу, отключаю. И вот это просто разъем еще выйдет из строя. Зачем мне это нужно? Считаю, что пауэрбанк это самый оптимальный вариант. И он мне пригодится даже не то, что помимо работы. Предположим, если я не буду долго работать, да. Предположим, придется мне уволиться и еще что-то. Так мне этот пауэрбанк пригодится и в лес, когда я поеду. То есть он всегда будет со мной. Но на всякий чрезвычайный случай пауэрбанк поможет зарядить телефон не мне, так кому-то еще. Ну, вещь хорошая. А я еще, видите, такую трафаретку нашел у себя в машине и написал номер телефона. Тут позвоните мне, если моя машина вам мешает. Потому что зачастую приходится машину ставить в неудобных местах. Ну и вдруг моя машина кому-то помешает. Пусть звонят. Ребят, я вот в городище развожу тоже. Ребята вон маленькие рисуют меликами. Это же вообще круто. Раньше мы, например, меликами весь двор разукрашивали. Мы искали асфальт свободный, где можно было порисовать. И это все делали. Все в мелике, блин, рисовали. Там всякие всячины вообще. И кто лучше рисунки сделает. И вместе один рисунок рисовали. А сейчас я вот увидел это вот прям за многие годы первый раз. Где моя машина? Вон моя машина. Погода хорошая, классная. Вообще ветра нет, дождя не было, кстати. Москву топило, нас нет. Ребят, я домой заехал. Я все-таки взял себе пауэрбанк. Вот такой Xiaomi у меня на 10 тысяч миллиампер, по-моему, да? 10 тысяч. Вот так у него два можно заряжать устройства и две разные подзарядки даже. В общем, вещь классная. Я с собой потаскал сейчас немного в кармане. Телефон и пауэрбанк в заднем кармане через шнур. И он у меня зарядился с 27 до 54 процента. Вообще я не отключал его, таскал с собой. Очень удобно, рекомендую. Вообще вещь незаменимая, я думаю, для мобильных людей, которым, ну, потребоваться может всегда подзарядка, потому что они активно серфят в телефоне, потому что я YouTube просматриваю, смотрю там биржу, смотрю еще что-то, карты постоянно, да? Вещь-вещь вот такая. Так что рекомендую всем.